В Киеве заявляют в интересах обеспечения национальной безопасности. В Киеве заявляют в интересах обеспечения национальной безопасности. В Киеве заявляют в интересах обеспечения национальной безопасности. По результатам опросов действующий президент во втором туре выборов проиграл бы любому из оппозиционных кандидатов, отмечают социологи. Амнистированные активистки Пуси Рай от Надежды Толоконниковой и Марии Алехина написали открытое письмо помилованному Михаилу Ходорковскому. В нем участницы скандали пангруппы выразили надежду на будущее сотрудничество с бывшим главой ЮКОСа. Речь идет о правозащитной деятельности. Толоконникова и Алехина надеются, что им вместе с Ходорковским, цитирую, удастся притворить свой опыт взаимодействия с тюремной системой России в провоцировании позитивных сдвигов в области соблюдения прав человека. Это была цитата. Активистки Пуси Рай считают, теперь их долг сделать так, чтобы право перестало быть для заключенных пустым звуком. Отмечу, что накануне Михаил Ходорковский лично поздравил девушек с освобождением. Миллионы христиан по всему миру отмечают сегодня католическое Рождество. Но многие христиане Ближнего Востока ждут этого праздника со страхом. В регионе, где год от года крепнут позиции исламистов, иноверцам становится жить все тяжелее. И сегодняшний день не обошелся без трагических инцидентов. Нина Шамуги о том, как на Ближнем Востоке встретили Рождество. На Святой Земле молились о мире на Ближнем Востоке. Полуночное место в Вифлееме по случаю Рождества Христова стало своего рода политическим наказом для разрешения региональных конфликтов. Справедливое и равноправное урегулирование Палестино-Израильского кризиса. Прекращение междоусобицы в Сирии. Стабилизация ситуации в Египте и Ираке. Но особое внимание латинского патриарха, возглавившего торжество в Вифлееме, было приковано к положению христиан на Ближнем Востоке. Священнослужитель призвал их не искать спасения от своих бед в эмиграции. Святое Дитя, Бог добра и милосердия, обрати свой благосклонный взор на Святую Землю и наши народы, живущие в Палестине, Израиле и Иордании на всём Ближнем Востоке. Даруем примирение. Пусть они все будут братьями, сынами единого Господа. Эмиграция – не решение. Будем жить и умирать здесь. Надо быть оптимистами и верить, что эта земля, дом трёх монотеистических религий, однажды станет обителью мира для всех народов. Но пока мира на Ближнем Востоке нет, а межконфессиональное противостояние только усиливается. Позиции исламиста в регионе после наступления арабской весны упрочились. За мир молятся и в Сирии, где бои не утихают даже в праздник. Кровопролитное противостояние повстанцев и правительственных сил идёт в Алеппо. На этом фоне относительное затишье установилось в столице, чем воспользовалась христианская община Арабской Республики. Сирийские дети устроили праздничное шествие на Рождество в христианском квартале Дамаска, который не так давно подвергся миномётному обстрелу. В Сирии христиане до гражданской войны составляли 10% населения. С 2011 года в стране были убиты более одной тысячи верующих, разрушены около полсотни церквей. Более полумиллиона христиан стали беженцами. Похожая ситуация сложилась в Ираке. Христианское население страны резко сократилось с 2003 года после свержения Саддама Хусейна. Если до начала нулевых число иракских христиан составляло приблизительно полтора миллиона, то сейчас их количество не превышает 500 тысяч. «Я надеюсь, что люди останутся на их родной земле и не будут её покидать. Иммиграция – не выход. Уезжать из страны – плохое решение, и оно размывает идентичность. В итоге это приведёт к нашей гибели, гибели ближневосточного христианства. То, что у христианства существует – это признак мира». Религиозный праздник стал поводом для очередной агрессии по отношению к иракским христианам. В результате двойного теракта у церкви в Багдаде погибли 20 человек. Около 50 получили ранения. Все пострадавшие – местные прихожане. Наблюдатели отмечают, агрессивная политика исламизации Ближнего Востока угрожает самому существованию христианской общины. Если ещё в начале 20-го столетия христиане составляли около 20% населения региона, сегодня их не более пяти. Нина Шамуге, РТВА. Коротко о других важных международных новостях. Российское судно «Академик Шакальский» застряло во льдах Антарктики. На борту 74 человека, в том числе 50 пассажиров. Среди них – члены научной экспедиции «Дух Моусона». Они отправились к Антарктиде, чтобы повторить эксперименты, которые сто лет назад осуществил австралийский исследователь Дуглас Моусон. К судну отправлены три ледокола. Экипаж будет спасён только через двое суток. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к войне. Посетив одну из войсковых частей, он потребовал поднять боеготовность солдат на высочайшие из всех возможных уровней. Ким Чен Ын при этом заявил, что будущая война может начаться без объявления. Ранее сообщалось, что северокорейская армия приведена в состоянии максимальной боевой готовности. Президент США и первая леди страны всерьёз обсуждают развод, пишут американские СМИ. Издание Nation сообщает, Барак Обама остаётся с супругой в основном из-за дочерей и политической карьеры. Мишель также дала понять, что живёт с мужем раздельно и остаётся в Белом доме для галочки. Она якобы уже встречалась с адвокатами, чтобы обсудить развод. Ну что ж, на этом у меня всё. Следите за развитием событий. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова